Ас-сраму алейкум! Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео очень важное. Это эксклюзивное видео, подобного которому на просторах русскоязычного ютуба еще не было. Сегодня мы наконец с вами узнаем, почему же все-таки Зейд так жестоко относится к Амру, почему он постоянно его избивает и заслуживает ли такого отношения Амр. Но для начала необходимо нам с вами вспомнить пару правил из науки правописания. Да-да, именно из той науки, которой многие пренебрегают, а потом задают вопросы, подобные тому, как почему в словах, которые заканчиваются на элиф, это элиф иногда пишется в виде палочки, иногда пишется она в виде я без точек. Почему в глаголах прошедшего времени, которые присоединяются к букве вау, аль-джама, к вау множественного числа мужского рода, или в этих же глаголах с настоящего будущего времени положение насп или джазм, после вау присоединяется элиф. Почему в слове миа тоже появляется элиф, почему в выражении бисмилляхи руахмани руахим в слове исам удаляется элиф наоборот, почему хамза иногда пишется на вау, иногда пишется на я, иногда она пишется на элиф. Все это изучает наука правописания, очень важная наука, которая также способствует нашему пониманию арабских текстов. Но сегодня нам нужно будет вспомнить только два правила. Первое правило это то, что в имени собственном Давуд удаляется вторая вау, то есть на письме это вау не пишется. Давуд. Объясняю это как литтахфиф, ну то есть для облегчения, чтобы не следовало две вау подряд. Литтахфиф. Вау в слове Давуд вторая не пишется. И второе правило в слове Амр наоборот, к окончанию этого слова присоединяется буква вау с условием, что слово Амр не является мудов или не присоединяется к местоимению, как допустим Амруна, наш Амр. Здесь вау не будет. Слово Амр не должно присоединяться к Я-Ан-Низба или к относительной Я, как допустим Руси, там вот это Я указывает на отношение человека к России, да, россиянин. Мисрий – отношение человека к Египту, египтянин. Амрий – отношение человеку к Амру, как допустим по-русски мы скажем Амровский. К примеру работник, если Амр является директором какой-то компании и так далее. Слово Амр после этого слова не должно быть слова с определенным артиклем сразу, то есть допустим Амрун Аль-Бахиль, Амр жадный, ну допустим если это его прозвище или он так известен среди людей, здесь вау тоже не будет. Слово Амр не должно находиться в положении Насп, как допустим Руэйту Амран, здесь вау тоже присоединяться не будет. И слово Амр не должно быть уменьшительно ласкательным, Умайр, здесь вау тоже не будет. Во всех остальных случаях к имени собственному Амр присоединяется вау для того, чтобы отличить имя собственное Амр от имени собственного Румр, потому что в текстах арабских огласовки не ставятся, и если вау есть, значит первая буква указывает, что огласовка там Фатха, Амр. Если вау нет, значит это Умр. Вот в принципе и все по поводу этих правил. А теперь собственно перейдем к истории. Рассказывается, что давным-давно один из турецких визирей, которого звали Давуд Бэша, принял решение изучать арабский язык. Он вызвал к себе профессионального педагога, филолога, ученого арабского языка, и ежедневно, на протяжении долгого времени он изучал арабский язык. Вот однажды он обратился к своему шейху с вопросом, ну почему же? Почему Зейд постоянно избивает Амр? Почему он так жесток по отношению к нему? За что он его избивает? И почему Амр постоянно это терпит? За что ему такие унижения? За что ему такая несправедливость? Почему он постоянно терпит эти побои? Когда визирь задавал вопрос, он заметно покраснел, разгневался, начал топать ногами и кричать. Его преподаватель был, мягко говоря, удивлен таким поворотом событий и тем, к чему привели, собственно, эти занятия арабским языком. Он ему сказал, господин визирь, никто никого не избивает. Это же всего лишь пример, который филологи используют для облегчения понимания грамматических правил. Это просто пример. Но визирь не был удовлетворен таким ответом. И вообще он не понимал, как ученый такого высокого уровня не мог ответить на такие насущные и действительно важные вопросы. И вообще в них ничего не смысл и не понимал. И он приказал поместить его в темницу. После чего он вызвал к себе другого филолога, задал ему подобный вопрос и получил подобный предыдущему ответ. Не удовлетворившись, он тоже поместил его в тюрьму. Он вызывал таким образом очень много филологов, арабистов. И эта ситуация достигла таких масштабов, что школы в городе опустили. Все арабисты, профессиональные филологи, лингвисты сидели в тюрьмах и в темницах, потому что не могли дать удовлетворительного ответа этому визирю. Все, что беспокоило визири на тот момент, в тот промежуток времени, это был вопрос, почему же Зейд избивает Амра. Он начал пренебрегать делами государственной важности. Он просто помешался на этом вопросе. Его ничего, кроме этого, не заботило. Он вызвал к себе ученых-филологов из Багдада. А эти ученые, они уже были наслышаны о ситуации, которая происходит в этом городе. И уже, в принципе, были готовы к его вопросу. По прибытию, когда визирь задал этот же вопрос, почему Зейд избивает Амра, представитель делегации филологов, который был очень мудрый и терпеливый человек, ответил визирю. Господин визирь, на самом деле Амр заслуживает еще большего наказания. Здесь визирь удивился, вскочил со своего места, подошел к филологу и спросил, почему же? И тогда этот филолог ответил, Амр посмел посягнуть даже на нашего визиря. Он украл у визиря букву «Вау» из его имени. И после этого филологи-арабисты собрались и натравили на Амра Зейда. Дали ему полную свободу действий, и тогда Зейд начал ежедневно, систематично избивать Амра. Такому ответу визирь очень удивился. Он воскликнул, ты самый знающий человек, которого я встречал. Просил мне, что хочешь. И тогда этот филолог попросил, чтобы были отпущены все его коллеги, ученые, которые были в тюрьмах и в темницах. Кто дал более правильный ответ, первый ученый или последний ученый, я судить не берусь. Изучайте арабский язык. Говорите, пишите и читайте правильно. Шукран льмушагада и ляль леко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова